Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня пятница, Есот Теферета, 20-й день омера, заканчивается неделя Теферета, и среди многообразной символики качеств Теферета есть еще очень важная, это духовность. В шестой день отражает Есот, это основа, внутреннее содержание нашей связи с духовностью. У знаменитого Шульхана Рух, кодекса еврейского, состоящего из четырех частей, есть пятая, называется она «Быть человеком». Вот это примерно относится к сегодняшнему дню. Кроме того, получается, что состояние мира зависит от каждого человека. Когда он видит Божью искру в себе и понимает, чему это обязывает, он освящает мир. А когда он отвергает ее, мир рушится. Если это духовное разрушение охватывает много людей, потом целые народы, то духовная катастрофа неминуемая, она немедленно воплощается в материальном мире. Что мы видим сегодня, к сожалению, происходит. Ладно, возвращаемся к нашей недельной главе. Точнее, давайте не так. Я обещал рассказать два слова о том, что пророки говорят о начале последней войны в мире. Написано, что война Гога и Магога произойдет в год Шмиты. Сейчас у нас, кстати, год Шмиты. Хафицхайм сказал, что две войны уже было Гога и Магога. Это Первая мировая война и Вторая мировая война. А Третья, она будет последняя и окончательная. Написано, что первые две мировые войны не будут проходить на территории Израиля. А Третья будет, и ее сложность и тяжесть будут зависеть от морального состояния народа. 14 глава пророка Захарии говорит о том, что Гог и Магог подойдут к Иерусаливу. И здесь будет сосредоточение всех интересов. У сценария прихода Машеха есть не один, а много вариантов. В зависимости от духовного состояния общества. От самых плохих до самых хороших. Поэтому, судя по состоянию общества сегодня, к сожалению, не все так просто. Написано, что причиной войны Гога и Магога это расплата с каждым отдельным народом, причинившим в свое время зло. 150 лет назад Мольбим написал, что придут народы с севера и востока, встретятся Иерусалима. И будут требовать Иерусалим забрать себе. И это произойдет в то время, когда еврейское государство будет существовать, и евреи будут обитать на своей земле. Слушайте, но 150 лет назад не было никакого Израиля. И в истории не было такого, чтобы возвращались народы на свое место, где они были раньше. Поэтому представить себе такого нельзя. Сказал Мольбим на комментариях на пророчество Захарии, что две части людей на земле умрут. Умрут, одна выживет, но пройдет через огонь и очистится. Сказано у пророков, что в тот день к вечеру будет свет, как мы определим приход Машееха. Это буквально штрихи из того, что рассказывают наши пророки. Очень подробно все это делается. Но у прихода Машееха есть как у трассы, много выходов. Есть сегодня и через пять дней, через месяц. Все зависит от того, как именно мы успеем исправить себя. Все равно придет Машееха, все равно будет конец времен. Причем этот конец времен до конца не описан, но он не подразумевает уничтожение все живого. Наоборот, просто не будет больше на земле возможности человеку совершать неправильные поступки, потому что он четко будет видеть результат. Не будет написано даже животных, которые хищников. Но пока это не так, и вот я в двух словах описал то, что написано. Вообще бы хорошо провести в уроке, я все время думаю об этом, потому что очень уж это интересная тема. Итак, перед нами шаббат. Перед нами шаббат, и я уже говорил о том, что человек, который хотя бы на какую-то крошечку не отмечает шаббат, он нарушает громадные законы. Человек, который хотя бы шаг делает в сторону шаббата, шаббат тоже сделает шаг в отношении его. Сейчас я скажу короткую вещь. Есть такие понятия сгула, примета, как бы скажем, древние старые приметы. Написано, что яблоко на трапезе шаббата это каббалистическая сгула, которая полезна для материального изобилия, долголетия и крепкого здоровья. Какие именно у нас есть? Хедушей Арим, основоположник гурских хасидов, привел слова Магида из Козницы, ученика величайшего этого Магида из Межирич, что нужно съесть во время первой трапезы шаббата яблоко. И что поедание яблока в субботу вечером, ну это пятница получается, гарантированно приводит к достатку и процветанию на всю неделю. Возможно употребление, кстати, яблочных напитков. В книге Кафа Хаим, Раби Хаим Сойфер, написал, что употребление яблока в шаббат является сгулой приметой для получения средств к существованию. Про плод, который Адам Аришон отведал в эры в шаббат. Если бы он, помните, как Адам сожрал яблоко, да? Но если бы он съел его позже, когда уже начался шаббат, то была бы совершенно другая история мира. И не было что, в поте лица будешь есть хлеб свой. Если так, то Магиттис Козниц говорит, что в этом исправление наказание, и в этом сгула для хорошего заработка. Какого цвета написано яблокой? Обычно яблоко, самое то, что нужно в этой сгуле, яблоко трехцветное. В яблоке вообще есть три цвета написано. Белый, красный, ярок, желто-зеленый. Таким образом, яблоко по ЗААР, по книге ЗААР, должно быть трехцветное. Красного, белого и ярок, желто-зеленого. Яблоко должно быть обязательно сладким, а не кислым. У яблока должен быть обязательно запах, потому что говорил Маоралис Праги, запах яблока это запах Гат Эдена. Более того, все три цвета соответствуют написанным трем праотцам. Поэтому попробуйте съесть яблоко. Поможет, я уверен. Не помешает точно. Брахавы от слоха, хорошего дня. И чтобы хороший шаббат у всех был.